Владимиру Ручкову позвонил незнакомый человек и представился руководителем местного Роспотребнадзора. Его просьба помочь организации наличными деньгами заставила предпринимателя крепко задуматься. Меня насторожило то, что человек, когда я ему задал вопрос и сказал, можете обратиться в письменном виде, мы рассмотрим. В свою очередь он сказал, нам нужны наличные, и назвал сумму 120 тысяч рублей. Я говорю, ну хорошо, давайте тогда встретимся и пообщаемся. В этом случае он ответил, что мне некогда, и я отправлю своего человека. Однако Владимир не стал ждать, пока к нему придут за деньгами, а сам отправился к руководителю территориального отдела. Андрей Секунда успокоил предпринимателя и признался, что имя сотрудников надзорного органа уже неоднократно используют мошенники в своих криминальных схемах. Они используют несколько способов. Первое, это представляются по телефону сотрудниками органов Роспотребнадзора и просят оказать материальную помощь. Второй вид мошенничества, это одевают форму сотрудников, изготавливают поддельные удостоверения сотрудника, и приходят к предпринимателям и выписывают квитанции о штрафе на месте. Как правило, это суммы небольшие – 3-5 тысяч, и просят оплатить квитанции наличными прямо на месте. На официальном сайте Управления Роспотребнадзора Иркутской области уже появилась информация, предупреждающая о мошеннических действиях преступников с использованием имён госслужащих. Начала свою работу горячая линия. Руководитель местного отдела Андрей Секунда в свою очередь написал заявление в полицию. Стоит отметить, что в правоохранительных органах подобный случай, увы, не единственный. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время.